В прошлом видео, после теста этого статора, осталось много вопросов, особенно связанных с выходом постоянного напряжения. Сегодня мы снова проверим этот статор, снова замеряем напряжение этим тестером, затем вот таким вот стрелочным. Попробуем подсоединить конденсатор и попробуем затем подсоединить аккумулятор и замерять ток, если будет заряд. Но это прибор для замера оборотов шпинделя под рот. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог посмотреть первую часть о намотке вот такого статора, либо не смог разобраться, как он намотан, попробую более детально показать. Это самый первый мой шаблон, проверенный, с которого как бы все и началось. Волновая намотка, это как бы не моя идея, я ее подчеркнул из зарубежных сайтов. Но сложность ее была в том, что там мотается, как они показывают, берут какой определенный диаметр, на диаметр наматывается провод, а затем этот провод изгибается вот так вот волнами. Вторая фаза так же самоизгибается, но она уже накладывается сверху на предыдущую обмотку и со сдвигом. Третья фаза накладывается снова и снова со сдвигом. Толщина растет с каждой обмоткой. Каждая обмотка лежит на предыдущей обмотке. То есть первая, вторая, сверху на ней третья. Если будет четвертая, пятая фаза, значит, соответственно, если этот бутерброд будет только расти. Я же на это все посмотрел и решил как бы это все упростить. Вот сделал вот такой каркас. Это он с ДВП сделан. Ну, как бы он был пробный. Ну, он себя для тонкого провода, вот 0,5 мм, он себя вполне оправдывает. Ежели мотать более толстым проводом, каркас, соответственно, нужно делать с какого-то более прочного материала. Например, текстолит. Как же он намотан? Здесь не просто вот так вот, наискось, как бы, катушка намотана. То есть это не одна катушка вот так намотана. Нет. Вот провод мы взяли сначала и пошли мотать. Вот, например, вот так вот он идет. Вот отсюда, вот, например, чтобы было... Вот я пытаюсь размотать. Вот отсюда, сюда, а далее он по... Вот, как видим, он треугольничком, он заходит в этот паз. То есть с этого сюда и с обратной стороны он сюда заходит. Здесь он, вот видим, вот он, этот провод. То есть через нутр пропущенный. И опять же сюда. Опять треугольничком возвращается вот в этот паз. С этого сюда. Вот я стрелочкой показал, как он идет с обратной стороны. То есть здесь один цельный провод. И он намотан по кругу змейкой и возвращается. Это у нас одна фаза. Чтобы было более понятно, как же эти все фазы, как они здесь устроены. Можно представить, что вот этот треугольничек, это у нас одна катушка. Вот, как бы нарисовать, вот так вот. Это у нас вот здесь будет, как бы вот так вот. Это равносильно, что вот здесь одна катушка. Только с одними лобовыми литочками. Вот это вот уже, то есть здесь тоже, как бы обмотка. Но вот эта вот катушка, это у нас вторая будет катушка. Вот здесь вот, и вот как бы вот так вот. Это у нас третья. Вот это вот четвертая. То есть получается, как бы, чтобы было более понятно, вот каждая вершина, это у нас уже как бы катушка получается. Ну, легче считать, легче понимать. Вот, смотрим. Здесь вот, чтобы было понятно. Для однохвазного генератора, желательно количество полюсов, чтобы было равное количество катушек. То есть, если у нас 12 полюсов, лучше, чтобы было 12 катушек. Хотя, однохвазный, он такой интересный генератор, он работает, я как не проверял, как не пробовал, даже если там вы поставите 6 магнитов, а будет 12 катушек, он будет работать. Будет 10 катушек и 6 магнитов, все равно он будет работать. Даже если вы поставите, там, сколько бы вы ни поставили, 9, 10, 11 катушек, на эти 6 полюсов, он все равно работает. Ну, как бы принято, что более правильно, количество катушек, равно количество полюсов. Вот в данном случае, чтобы было понятно, вот каждая вершина, вот, как я показывал, вот эта катушечка, трегольничек, это катушечка. Вот эта трегольничка, это еще одна катушечка. Вот этот вот, тоже, вот этот трегольничек, тоже катушечка и этот то есть и этот катушечка и этот катушечка поэтому получается как бы каждая вершина это своя катушечка вот мы считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять три на четыре пятна шестнадцать у нас здесь 16 как бы катушек значит нам надо сюда 16 полюсов и что самое примечательно вот у нас есть 16 полюсов магнитов и вот скажем это однофазный генератор вот так намотан но если мы вот здесь сделаем еще отверстие вот здесь вот здесь и вот здесь то есть на этом промежутке еще вместе там одну фазу 2 3 4 хотя хоть и 10 количество полюсов остается у нас вот например те же 16 но количество фаз мы можем сделать да сколько угодно сколько влезет сколько можем делаем намотать тоненьким проводом но уместить например здесь хоть и 10 фаз количество полюсов останется то же самое скажем конструкция генератор довольно интересная получается и что самое примечательное вот такая идея и я например вот такой намотки я нигде не встречал это чисто как бы может где-то кто-то что-то подобное и делал именно вот так потом то есть принцип работы волновой это не мой принцип это все он всем известны а вот именно намотка вот такая ну я как бы не встречал и что самое интересное вот есть идея например то же самое намотать Ну вот скажем на вот таком бублике. Конечно желательно, если бы он был, например, один сантиметр толщиной, а намотка побольше. То есть заменить вот эту кордонку вот этим железом. То есть мы можем, например, чтобы изоляцию сделать, мы можем даже какие-то направляющие вот так сделать. И вот относительно вот этого железа намотать вот этот бублик. Я думаю, съем энергии будет в разы больше. То есть у нас как бы получится тот же самый аксиальный генератор, но он уже будет железом. Из-за того, что здесь нету пазов, залипаний здесь явно не будет никаких. Но это все как бы теория, это все надо проверять. Возможности у меня, понятно, что ограниченные, особенно финансовые. Поэтому, возможно, скорее до меня эту идею проверить кто-то другой. Я как бы не против. Мне даже самому интересно, что с этого получается. В общем, делимся комментариями, как всегда. Пишем свои мысли. Пробуем, делаем. И выкладываем в ютубе. В общем, как-то так. Надеюсь, я рассказал по этому статору более понятно, возможно, даже, чем в первой части. И сейчас перейдем снова к станку. И попробуем предыдущий статор запустить в работу. При самом первом тестовом доезде у меня был случай, когда вот в таком положении был генератор. И я, как бы, по своей глупости взял, замкнул. Ну, не то, что замкнул. Решил их попробовать на КЗ. Какая же яскра будет. Эти проводочки. И то и получилось, что вот этот весь статор вот так вот провернулся. Удар здесь был такой силы, в брестедержателе. Что в этот статор, вот именно то место, где провода выходят через флянец. Скорее всего, сместился. И только всего, что эти провода не отрезало. Но эти провода оказались на корпусе вот этого генератора. Ну, соответственно, на корпусе токарного станка. Поэтому выход напряжения и тока, в общем, оказался чуть ли не на нулю. Ну, в итоге, я вот, видим, подмастил как бы изоленты. То есть, я ничего этого не разбирал. Провод бывает замыкает, бывает не замыкает. Вот для тестов, уже что будет, то будет. Попробуем еще раз. Как бы, вроде я вот сейчас прозвонил. Вроде бы, как бы, не замыкает. Но вот именно то, что было, то остается. То есть, здесь еще вероятность замыкания очень большая. В данный момент на стиль били патрона 300 оборотов. Напряжение постоянного тока. Вот. Это после моста. Это мы меряем этим прибором. То же самое напряжение. Вот я вытаскиваю щиты. И меряем вот этим прибором. Так, убрал освещение. Более видно. Ну, здесь показания те же самые, что и на том приборе. Ну, здесь 12 вольт показывает. Ну, погрешность прибора. В принципе, вполне можно доверять тому китайскому электронному прибору. Так, теперь попробуем подсоединить. Сюда же конденсатор. 50 вольт, 10 тысяч микрофарад. В данный момент, как видим, с конденсатором напряжение сразу подскочило до 16,5 вольт. Теперь уже, как бы, попробуем зарядить и аккумулятор. В данный момент я подсоединил щупы на аккумулятор. Сейчас попробую, пока вот видно. Вот, подсоединил щупы на аккумулятор. И вот это напряжение на аккумуляторе. Ну, так бы, вот так оставим и посмотрим, что будет. Попробуем. Конденсатор подключен. Вот он здесь. Вот это он. Вот он. Конденсатор. Аккумулятор. И включаем. В данный момент идет заряд. То есть, с 300 оборотов идет заряд. В данный момент на таких оборотах примерно всего 0,2 ампера. Такой мелочи. В данный момент на станке 50,70 оборотов. И вот это показание без конденсатора по прямую после моста. 50,70 оборотов с какого-либо страшного сморка. Обмываю где-то на корпус. При очередной проверке снова заметил, что упала мощность. И вот видим, 4 конца выходят. Ну, любой из них. На корпус. Вот, как видим, основа, обмотка где-то замыкает. Вот, отлично видно, где наш статор был на корпусе. Протаранил обмотку. На этом все. Всем здоровья, денег, удачи, хорошего настроения, побольше новых идей. Подписываемся на канал. До новых видео. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова